Всем привет, друзья! Меня зовут Таня и вы на канале ТиДжим. Сегодня у нас очень важное видео и базовая информация для тех, кто устал делать разные подсчеты, запутался в большом потоке информации или просто для тех, кто не может определиться, как же им составить рацион питания на день, неделю и месяц. На самом деле, не важно, какая у вас цель стоит на данный момент, похудеть, нарастить мышечную массу или же удержать свой вес для того, чтобы достичь вашего результата быстро, без срывов и, конечно же, закрепить этот результат, вам необходим четкий план и визуализация того, как будет выглядеть ваше питание. Ну а если вы впервые на моем канале, то вы, конечно же, можете подписаться, потому что у меня уйма полезной информации, тренировки, питания и мотивация. И также вы должны знать, что я всегда против диет, голодовок и вообще резких ограничений в вашем рационе. Все, что мы с вами делаем, это корректируем уже ваш существующий рацион и заменяем вредные продукты на более полезные. Так что, если вы уже устали от всех этих подсчетов, давайте я вам в этом помогу. Итак, давайте начнем с цели, потому что это важно для того, чтобы вы понимали, какое соотношение белков, жиров и углеводов должно быть у вас за сутки. Потому что в зависимости от цели, чего-то будет больше, что-то мы будем урезать, а что-то будет в неизменном состоянии. Из всех возможных целей, которые я даже упомянула в начале этого ролика, я бы выделила 4 основные цели. Итак, первая цель – это удержание вашего результата или же норма, то есть мы ничего не хотим менять в нашем теле. Следующая цель, конечно же, самая популярная – это похудение. Третья цель будет очень актуальна для тех, кто тренируется в тренажерном зале. Конечно же, это наращивание мышечной массы. Ну и четвертая цель, которая следует от третьей – это сушка. И вы сейчас увидите, какая разница будет между сушкой и целью похудеть. Итак, давайте начнем с нормы, то есть с той цели, когда мы не хотим, чтобы у нас что-то менялось, или мы просто хотим закрепить ваш результат. Итак, 50% вашего рациона должно отходить углеводам. 35% – чуть-чуть большая часть от половинки – должно отходить белкам. И логично, что 25% остается у нас жирам. Если мы хотим худеть, мы должны что-то отрезать с вашего рациона, и первым делом мы отрезаем углеводы. У нас остается 40% углеводов, 40% белков и 20% жиров. Если вы хотите худеть, первым делом у вас уходят углеводы. Белки нам необходимы в любом случае, даже больше, чем обычно, для того, чтобы у вас кожа всегда была подтянутой, чтобы мышечная масса также у вас присутствовала, потому что чем больше мышечной массы в вашем теле, тем меньше накапливается жировая прослойка. Жиры очень важны при похудении и вообще в любом рационе, при любой цели, и я не советую их урезать меньше, чем на 15%. Если ваша цель наращивание мышечной массы, естественно, вы тренируетесь в тренажерном зале очень эффективно, и упражнения очень сложные, естественно, вам нужно много энергии, поэтому углеводов у нас будет 50%. Белки очень важны также при наращивании мышечной массы, поэтому мы им отводим 30%. И 20% мы оставляем жирам, потому что очень важна смазка суставов при таких серьезных упражнениях, чтобы вы ничего не навредили. Здесь мы с вами расписываем только процентное содержание белков, жиров и углеводов. Естественно, в зависимости от вашей цели, у вас будет совсем разная калорийность вашего рациона. Я думаю, несложно догадаться, что при цели сушка процентное содержание белка будет самым высоким, 50%, потому что нам важно урезать углеводы и как раз тем самым просушить наши мышцы, чтобы они были более рельефными. Поэтому углеводы у нас остаются 35% и 15%, минимальный процент остается жирам. Как я сказала, меньше 15% лучше не опускать жиры. Особенно это важно при сушке и при похудении. Это очень серьезно и очень важно для вашего здоровья. Нужно, конечно же, сказать, что эта цель, сушка, более профессиональная. То есть, если у вас большой вес, вам совершенно не важна эта цель, она для вас не подходит. Ваша цель – это похудение и нужно ориентироваться именно на это процентное соотношение. Я очень надеюсь, что эти примеры по целям и соотношению белков, жиров и углеводов вам понятны. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях и пишите, какая у вас цель стоит на данный момент. Определившись с вашей целью, мы переходим к составлению рациона на день. Итак, вопрос, сколько необходимо калорий, белков, жиров и углеводов в день потреблять в зависимости от вашей цели? У меня есть ответ на ваш вопрос в прошлых роликах. Все эти формулы, расчеты в зависимости от вашей цели и, конечно же, активности. Рассчитайте это все, пожалуйста, все это очень индивидуально. Ну а сейчас я возьму за пример 1500 калорий для цели похудеть. И, как я сказала ранее, под соотношением белков 40% у меня будет отходить углеводов, 20% жира и 40% из моего рациона будет у меня состоять из белков. Я думаю, это вам понятно. Независимо от вашей цели, у нас должны существовать три основных приема пищи. Это завтрак, обед и ужин. Также существуют перекусы и их количество зависит от длительности вашего дня. Возможно, вы просыпаетесь очень рано и ложитесь очень постно. Естественно, сутки у вас и активный день у вас очень длинный. Где конкретно будут ваши перекусы? Перед завтраком, перед вашим обедом, перед вашим ужином или после него, зависит от длительности вашего дня, как я уже сказала. Самое главное правило для рациона на день, чтобы у вас был действительно результат, чтобы рацион был действительно хорошо продуман, чтобы ничего не откладывалось про запас и у вас не было срывов. Это чтобы вы не пропускали приемы вашей пищи и чтобы промежуток между каждым приемом пищи не был больше, чем 3 часа. В идеале 2,5-3 часа, в зависимости, опять же, от активности вашего дня. В моем примере рациона на день с целью похудеть я оставлю 3 основных приема пищи и 2 перекуса. То есть у нас получается 5 приемов пищи. Какие-то приемы будут более объемными, калорийными, а какие-то будут очень маленькими. По процентному содержанию, опять же, чтобы вы понимали всю эту картинку, визуально представляли себе рацион, я помечу, что завтрак у меня самый калорийный и самый объемный по проценту. Далее у меня будет обед 30%, также более калорийный, но все же меньше, чем завтрак. И на ужин, когда энергия нам меньше всего нужна, я оставлю 10% от всего рациона. У нас остаются с вами перекусы. В этом перекусе я оставлю 15% от всего рациона. И в перекусе перед ужином у меня останется также 10%. Логично, что вы спросите, какой же процент белков, жиров и углеводов должен быть в каждом вашем приеме пищи. Это, конечно же, зависит от вашей цели, как мы сказали это ранее. Вот ваш рацион на день, сколько белков, жиров и углеводов, калорий, вы это все сами самостоятельно по вашим параметрам рассчитываете. Но есть такое правило, как уменьшение углевода, содержащей еды, ближе к вечеру. Поэтому я бы сказала, после обеда, после вот этой линии, у вас должны отрезаться углеводы с вашего рациона в каждом этом приеме пищи. У вас должно быть больше белка здесь. Потому что энергия к вечеру нам не нужна. Нам нужен как раз белок, чтобы восстановить ваши мышцы, укрепить их и клетчатка, чтобы это все переработать. Поэтому после этой линии мы потихонечку уменьшаем ваши углеводы. Я надеюсь, ситуация с рационом на один день вам разъяснилась. Если у вас есть вопросы, задавайте. А теперь давайте перейдем к рациону на неделю. Как это будет выглядеть? В неделе у нас 7 дней, да? Поддельник, вторник, среда. Сейчас мы с вами говорим о примере рациона в 1500 калорий в сутки. Как вы думаете, как должен выглядеть рацион на неделю в 1500 калорий, чтобы у вас был результат? Наверное, вы должны кушать 1500 калорий каждый день и ни в коем случае не делать шаг вправо, шаг влево. И вот вы будете потреблять 1500 калорий, необходимое количество для достижения вашего результата. При этом у вас будет дефицит калорий, что необходимо для нашей данном случае цели похудения. Но бывает такая вот штука подлая, плата. Плата это застой ваших результатов, когда вы не видите, что меняются ваши параметры, меняется ваш вес, меняются ваши объемы. Вы соблюдаете все правила, все у вас расписано четко и по полочкам. Вы тренируетесь очень эффективно, но, к сожалению, вы не видите результатов. Именно в таких случаях, чтобы у вас не было этого застоя, плата, я советую добавлять в ваш рацион плановое нарушение вашей калорийности, то есть читмил. В зависимости от того, сколько у вас лишнего веса, если это немного лишнего веса, 5-10 кг, то вы можете нарушать свой рацион один раз в неделю. Если у вас много, 10-20, а то и более лишних килограмм, и вы не знакомы с правилами правильного питания, только стали на свой путь, то я не советую вам слишком часто делать читмил не более чем 2 раза в месяц. Возьмем, к примеру, один читмил в неделю, так как делаю это я. Я планово один раз в неделю, абсолютно любой день, неважно какой день недели это будет, тогда, когда вам будет удобно. Допустим, это какой-то праздник, день рождения, или просто вы знаете, что в этот день, допустим, я могу позволить себе что-то вкусненькое. То есть график вашей недели, вашего рациона должен выглядеть как прямая линия на 1500 калорий, конечно же, плюс-минус 50 калорий, никогда точно не просчитаешь, и один раз в неделю у нас плановое повышение на плюс 500 калорий. Это может быть любая ваша вкусная еда. Конечно же, старайтесь выбирать чуть-чуть хотя бы менее жирную. Это плановое повышение вашей калорийности раз в неделю или несколько раз в месяц, как я сказала, необходимо для того, чтобы запустить ваши обменные процессы, разогнать ваш метаболизм, и чтобы у вас не было застоя, из-за которого появляется плата, из-за которого ваш организм привыкает к этой калорийности и не хочет больше ничего делать, чтобы вы не пытались ему навязать. Но есть некоторые особенности. Этот трюк с чатмилом, с плановым повышением вашей калорийности, может подойти к цели похудения. Когда вы питаетесь в нормальном режиме, вы тоже можете добавлять чатмилы, как делаю это я. Когда вы наращиваете мышечную массу, у вас также присутствуют чатмилы. Но когда у вас режим сушки, у вас немножко другая история, у вас вообще минимальная идет калорийность, к примеру, 1300, когда вы выходите сушки, потому что это не диета на всю жизнь, это не способ питания, когда вы всю жизнь так питаетесь, все-таки это диета, да. Но когда вы выходите сушки, вы плавненько повышаете свою калорийность и выходите к 1500 калорий. Потом вы придерживаете свой вес, или вы, допустим, наоборот, наращиваете еще раз мышечную массу, и потом вы уже можете добавлять свои чатмилы. Ну и напоследок давайте поймем, как же будет выглядеть наш рацион питания в месяц. У нас в месяце 4 недели. Если мы, к примеру, оставляем 1 чатмил в неделю, то наш график может выглядеть таким образом. 1 чатмил в неделю, 2 чатмил в неделю, 3 и 4. В принципе, все понятно. Если у нас большой лишний вес, как я сказала, и мы только начинаем наше правильное питание, чтобы совсем не сбиться с пути, чтобы не были у нас чатмилы ежедневными, мы оставляем только 2 чатмила в месяц. Конечно же, с каждым месяцем у вас может меняться как программа ваших тренировок, так и ваш рацион питания. Потому что если у вас, а у вас будет результат при таком положении событий, в конце месяца, когда у вас будут меняться ваши показатели, вы будете просто менять ваши граммы и ваши калории, которые будут у вас в вашей табличке. Ну что ж, я очень надеюсь, что мои иероглифы вам понятны. Теперь вы понимаете, как необходимо составить рацион питания на день, неделю и месяц. И вообще, как же меняются показатели в зависимости от вашей цели. Потому что цели в нашей жизни могут меняться постоянно. И теперь знаю все эти секреты. Вы можете расписывать свой рацион не только на месяц, но и на всю вашу жизнь. Если мое видео вам помогло, то обязательно ставьте пальчик вверх и, конечно же, рассказывайте об этом ролике в соцсетях. Кстати, у меня есть идея, как насчет того, чтобы снять видео о том, как рассчитать калорийность готового блюда. Мне кажется, это очень актуальный и важный вопрос, если вы особенно худеете, рассчитываете калории. Если вы хотите, чтобы я также разложила по полочкам всю информацию, то обязательно ставьте лайки. И если этот ролик наберет 4000 лайков, не так уж много, я думаю, то я обязательно сниму такое видео. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал, ставить колокольчик. Вас ждет еще много полезных роликов на ТиДжем. Но мы с вами встретимся в следующем видео. Всем удачи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok